Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И я снова и снова возвращаюсь к видеороликам с парка Победы. И прочитала я там один комментарий. Опять обделённые жизнью бобенцы повылазили, задолбали вспоминать про Новый год. Неужели вы настолько обделённые мужским вниманием? Чужое счастье вам жить не даёт. Вас только можно пожалеть, а любить не советую. Вот и есть озабоченная дамочка. Тамарочка Журавлёва. Действительная, самая настоящая озабоченная. И обделённая мужским вниманием. Потому что для неё, именно для неё, в первую очередь мужик. И неважно, какой это мужик. Вот ей и нужно внимание. А нам, кто помнит Новый год, не нужно внимания таких фриков, которые славят фашизм. Это ж какую мерзость надо иметь, чтобы даже такое писать. Сравнивать обделённые жизнью бобенцы вспомнили Новый год. Вы представляете? И я хочу отметить для тех, которых, кстати, очень много на канале Ольга Уралочка Лайф, людей, которые подписаны не так давно на них, что у меня в закреплённом комментарии, либо в описании будет ссылка именно на видеоролик на моём канале Дзен с Нового года. Ну и, ребят, также после этого видеоролика у них был стрим, который они стремительно удалили. И дальше они развлекались. Вернее, по-моему, вышел сначала развлекательный видеоролик, где они совсем ничего не понимали, что же случилось, почему же столько на них негатива полилось. Они гуляли, развлекались. Так и называется видеоролик «Гуляем и развлекаемся» с парочкой, которые были в гостях, с которыми вместе прославили фашизм и поплелись развлекаться. Мужики покуривали вдвоём в тихушную, но попали на камеру. В принципе, это сафарик не раз уже попадал, да, с сигаретой ничего здесь удивительного я не вижу, да. То, что он курит, я более чем уверена, что и выпивает он тоже, потому что именно в видеоролике с Нового года там голосочек-то был «Ой, какой пьяненький!» и «Уралочка» с подруженцей, с которой орала вместе там и ржала 1 января, вернее, с 31 на 1 гуляли в парке. Ну, ржали с 31 на 1, а гуляли уже 1, развлекались, да, такие были счастливые все. И плевали они на всё и на всех. Зиганули, бухнули и развлекались. И что хочу я вам, ребят, сказать. Вот именно под теми видеороликами можно и прочитать комментарии. Комментарии людей, которые были возмущены, были до ужаса возмущены тем, что произошло. А хомяки, которые заступаются, мы с вами увидели истинное лицо таких хомячик, для которых мужик, неважно какой, важнее всего на свете. Потому что по такому комментарию, что бабинцы, обделённые мужским вниманием, повылазили. Представляете? Вот эта женщина и обделённая мужским вниманием. Ну, а дальше, ребят, мы приступаем к комментарию очень хорошему, прям, я не знаю, стопроцентному комментарию, который написали у них под видеороликом. Но прежде чем, опять же, я его прочитаю, я хочу сказать, ребят, что комментариев у них было на канале очень мало. где-то на момент записи моего видеоролика где-то 430. И вы можете себе представить? 62 тысячи просмотров и 430 комментариев. У меня иногда на 5000 просмотров 400 комментариев, на 5. А что это значит? А значит, все негативные комментарии, которые напоминают Новый год, зигование, прославление, фашизм, удаляются с сафариком. Единичные комментарии где-то попадаются, но, я думаю, как только сафар их замечает, тут же удаляет. И всё-таки мне удалось один заскринить, и хочу зачитать вам его. Сафар, а чё не зиганул? Смотреть противно. Лицемерие во всём. Молодец, Оль, машину купила, ещё и врёт. Кто тебе даст автокредит? У тебя, правда же, нет. А пенсионеры, подписчики данного канала, верят, слюни пускают и денежки отсылают. Но на то и рассчитан данный канал. Людям не хватает добра и искренности. А тут нашлись два афериста, которые на чувствах людей бабло косят. Таджик своё истинное слово не один раз показывал на стримах. Так нет, все плохие. Он хороший. Короче, народ, не верьте им. Жрать захочешь, не так раскорячишься. А ребёнок-солнышко, очень симпатичный мальчуган. На маму похож. Черты лица очень нежные. Я более чем уверена, что этот комментарий тоже удалится с Афаром. Потому что, ребят, если смотреть их видеоролики, то можно понять по количеству комментариев. И на 62 тысячи просмотров всего лишь 400 с хвостиком комментариев это сразу и говорит о том, что все комментарии про Новый год удаляются. А что ж тогда видеоролики на месте, где объяснялки устраивали зрителям и выгораживали свои опы, пытаясь спасать канал. Почитайте комментарии. Кстати, там было более 4, по-моему, тысяч комментариев, а осталось, ребятушки, всего 2 тысячи. Это ж сколько комментов уже почистил. А вы говорите, не работает. Как же не работает, вкалывает ежедневно. Пройтись по каналам обзорщиков, перечитать там комментарии, перечитать у себя комментарии, почистить у себя комментарии, смонтировать видео, выложить видео. Это ж сколько времени надо. Ну, конечно же, большинство времени оба проводят на каналах обзорщиков. Да, поэтому их и колбасит обоих на стримах. И колбасит не по-детски. Ну, естественно, если бы это было неправда, да, они бы не обращали на это никакого внимания. А так их трясёт. И понимают, что трясёт их из-за вранья. И что я, ребят, хочу сказать. Вот действительно, хватило совести прийти на такое памятное место. И я не верю, что она не знала, что открытие памятника было в ноябре. И снимать же ведь нечего. Почему не показать и не снять открытие памятника? Но, видимо, понимала, что слишком много напишут гадости. Но опять же манила то, что впереди Новый год. И надо как-то всё-таки, чтобы не вспомнили прошлый Новый год. Уралочка, мы Новый год будем помнить. Все ваши оскорбления, все ваши пожелания смерти мы будем помнить. Все оскорбления твоего Альфонса, который прославляет фашизм и который обвиняет и обзывает славянских женщин, мы тоже будем помнить. И мы будем периодически об этом напоминать. Надо или не надо. Но мы будем об этом говорить. Как вы ведёте стримы, как вы оскорбляете зрителей, как вы оскорбляете русских и как вы оскорбляли на стриме удалённом русских. Это надо было только слышать. Как Уралочка, только потеряв маму, тут же желает людям смерти. Вот ваша елейная, которая выходит на видеоролик, на съёмку. И всем привет! С вами Ольга и Сафар. А только выключается камера, и я представляю, какая у неё злостная, такая прищурная, ехидная морда. По-другому я сказать не могу и, честно, не хочу. Меня очень разозлил этот видеоролик. Это насколько хватило наглости пойти туда, да ещё и ребёнком прикрыться. Якобы туда Абдугани должен был идти. Но так никто Абдугани туда и не привёл, не подвёз. Опять же я в прошлом обзоре говорила на эту тему. Говорила, что что-то как-то редко Абдугани находится с ними. Потому что парочка на работе, пилят контент, да, а мальчишка, скорее всего, находится с мамой и сестрой. Ну, опять же, это моё мнение. Но пусть Уралочка докажет, что ребёнок живёт с ними. Пусть покажет, где он делает уроки. Пусть покажет его все учебники, все сетрадочки, ручки, карандаши, краски, альбомы. Пусть покажет одежду, его постельное место, где он спит, спальное, вернее, место. И тогда, может быть, мы поверим, что ребёнок там проживает. Ну, а пока это больше похоже на уходящего, приходящего папу с ребёнком либо приводящего ребёнка. Потому что, если у Уралочки бизнес с сафариком, то, как ни крути, вместе им надо находиться. А готовит она, возможно, действительно столько много, даже больше, потому что кормить нужно две семьи. Не знаю, ребят, почему-то у меня в последнее время именно такое мнение. Либо просто они меня уж настолько разозлили своим враньём, вот этим бесконечным, про машину, такси. Ребят, это так противно, когда сидят нагло, врут. А ещё про эту опеку насочиняли, обвинений навешали, сколько было оскорблений. И причём, понимаете, вот мы, обзорщики, даже не уподобимся им и не станем их оскорблять, потому что мы, по крайней мере, уважаем себя для того, чтобы опускаться так низко, как упали низко эта парочка. И ещё хочу сказать, что как-то за вчерашний день у меня действительно стали прибывать подписчики. И я думаю, что это именно по той причине, что от них отписываются те, которых они заблокировали, ну а сафарик накручивает новых подписчиков. Ребят, что пираты, что сафар работают по программе накрутки подписчиков. Я думаю, что пора это пресекать. Сколько можно уже дурить людей? Сколько? Неужели можно поверить, что, не успев отпраздновать 100 тысяч подписчиков, к ним прибавилось 7? Точно так же, как и к пиратам. Просто нужно жаловаться не на определённое видео, а на канал. И отмечать любое видео. И там писать, что идёт искусственная накрутка подписчиков, стремительный прирост подписчиков и просмотров на канале таком-то или таком-то. И чем чаще такие жалобы будут поступать, тем быстрее их рассмотрят. Ну а за накрутку они могут просто потерять монетизацию. Ту зарплату, которая и так для них, как они считают, ой, какая маленькая, хотя для многих других это достаточно хорошие, приличные деньги. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания. И, конечно же, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok